Друзья, всем привет, с вами Георгий Стрэкс и у нас Зелон Дарк, и мы продолжаем выживать. Но у нас одна и большая, ребят, проблема. Проблема состоит из того, что к нам пришел потенциальный спальный мешок. Если кто понял, к нам пришел еще один медведь. Он там наплодился, вырос и пришел. У нас медведь высушился, давайте его заберем, шкура. Это у нас как раз вторая шкура, и мы сможем уже сделать с вами шубу. Ну, также у нас высохли волки, я их забрал, они уже со мной. Вот, да, я даже, по-моему, начал делать, да, там уже два раза тыкнул. Все дело в том, что у нас записи не прогрузилось. Видеодорожка, и я пришел домой без вашего участия, то есть я не на запись пришел. Ну, тем не менее, как будто я отмотал вперед немножко. Это кишки у нас, это кишки. Не помню, от кого уже кишки, короче, от зайца, по-моему, да. Один кишок от зайца. Зайчий кишок. Так, что же делать с медведем-то? Блин, он прямо возле дома. Нам два часа до ночи? Я хотел что? Я хотел взять еды, поесть, может, часок поработать и поспать. И скинуть все туда в подвал. Я вышел из подвала, а тут шуршащий звук. И он прямо ходит возле дома. Ты смотри. Он опять за старое. Давай послушаем. Может, он уже ушел? Так, вон олень. Ой, а погода-то какая крутая там, да? Слушайте, а у нас мясо тут. Не только у нас... А, понятно, все, у нас клаустрофобия. Вот что я зашел-то. Я хотел взять, наверное... О, вот это уже опасно будет. Если мы там будем ночевать, медведь к нам может прийти. А ну-ка, давай на разведку. Так, ну он, походу, свалил. Час до ночи. Вот это, конечно, стрёмно. Час до ночи, час до ночи. А если я здесь буду спать? Давай-ка посмотрим. Эксперимент. А, нет, мясо все равно я заберу. Да, походу, он свалил. Я надеюсь, со звуками здесь, с прогрузкой звука все нормально. Не будет глюка такого, что я не слышу врага, а он есть. Так, медведь свалил. Значит, мы быстренько берем. Кстати, погода хорошая. Вау. Ну, вы поняли, да? У нас начинаются проблемы по еде, но мы уже скоро-скоро с вами отправляемся отсюда. Нам осталось буквально волка доделать. Там 20 часов волк и 30 часов медведь. Ребята, 30. Соответственно, что? Нам надо обязательно его доделать. Можно, конечно, его начать, потащить, и там доделать в доме. В том-том тоже должен быть этот самый. Тиски. На верстаке в том доме докрафтить. Но я бы пошел, на самом деле, с шубой медведя уже. Ну, волчью по-любому надо сделать. Ладно, там подумаем. Давайте едим. Перед сном, потому что все-таки. В идеале сейчас бы, конечно, знаете, что сделать? Вот прям вообще идеально было бы. Пойти взять веток. Блин, а я, наверное, так и сделаю. Только... Ребят, мои опасения, это медведь. Придет он к нам туда или нет? Вот этот вопрос такой хороший. Ладно, давай. Просто смотрите, в чем фишка-то. Я вам сейчас все разъясню. Нам надо крафтить. Соответственно, нам нужны что? Много часов. Но много часов нам нужно где? В помещении. Все верно. У нас клаустрофобия нам задолбает нас. Поэтому нам надо взять много-много дров. Вот, время пришло. Время икс. Давай забираем. Я не знаю, всю ночь буду топить я, наверное. И всю ночь мы будем там спать. Поэтому пойдем-ка мы с вами, пока еще ночь не наступила. Просто если я без костра туда пойду, я могу замерзнуть. Так, давайте мы сейчас выкинем все, что нам не нужно. Шубы вот эти все. Заодно я вам покажу. Так, давай-ка быстрее. Ой, а я еще и перегружен. Ну правильно, я там дров набрал на миллион килограмм. Сейчас заодно шкуру выкину здесь. Пока здесь еще более-менее светло. Так, верстак. Смотрите, вот я начал. Нам осталось 9 часов. То есть я без вас тут херачил, будь здоров. 11 часов я прохерачил. 20 часов делается волк. И медведь делается 30 часов. На медведь у нас есть шкура. Здесь одна, там вторая. И кишки у нас тоже есть. Проблем нет. Проблем только в другом. Света нет, во-первых. Во-вторых. Так, давайте медведей сюда. Вот у нас 2 медведя. Шубу я прям тоже здесь оставлю. Чтобы нам ничего у нас... Ой, тут перегруз, да, уже все? Да, следующий чуба нет. Полно ящиков. Вот, я вытащил, вытащил, вытащил. Ну, в принципе, и все. Все остальное нам надо с вами. Погнали быстрее. Все. Наш герой хочет спать. У нас сколько осталось там? То ли 5, то ли 6 патронов. Медведей я стрелять не хочу, потому что, ну, просто нет патронов, ребят. Просто нет патронов. И смысл в нем. Он, конечно, это спальник. Потенциальный. Потому что, если бы я его здесь убил бы и разделал, это дало бы нам еще много кишок, еще много еды раз в сутки, чтобы паразиты проходили. И еще много-много шкура. Одна, значит, спальник. В общем, много чего дало бы. Медведь был, конечно, пригодился. Спальник из медведя очень теплый. Можно было бы спать на улице. Но мы и так будем на улице спать. Только с чем? Правильно, с костром. Потому как я боюсь. Единственное, опять же, ребят, костер не отпугивает медведя. Может ли он сюда зайти? Хрен бы его знал. Я не хочу такой социальный эксперимент проводить над своим героем. Но мы будем рисковать, потому что клаустрофобию надо скипнуть. За эту ночь мы ее с вами скипнем. Просто если я сейчас буду спать в доме, возможно, она, конечно, когда ночь, она в доме не растет. Но нам-то работать надо в доме. Соответственно, она будет расти. Поэтому, поэтому кедровый дровички. Хоп, на часок. Я надеюсь, я нормально взял с собой по часам. Девять часов. Более чем нормально. Блин, надо было, наверное... Блин, пройдет он тут. Надо было в проходе его разжигать. Вот тогда, может быть, что-то и... Ну, волк точно не должен. Но волки у нас сюда и... Вроде как не заходят. Так, я буду спать с винтовкой. Утоптам, утаптываем, утаптываем. Тут снежочек, чтобы у нас тут все было такое примятенькое, хорошенькое. Можно, конечно, вот эту хибару построить прямо здесь. И в ней лежать, но в ней вроде как спать нельзя. А неплохо было бы такую, блин... Да палатку. Я все жду палатку, ребят. Так, я буду здесь. Я надеюсь... Я надеюсь, к нам никто не придет. Сколько у нас тут играться? 54. Я не мерзну, все хорошо. Осталось есть 10 часов. 9.22 будет костер у нас. То есть практически до самого-самого утра мы сможем... С вами что у нас по воде? Нормально. Попьем давай. До самого утра мы сможем с вами с костром поспать. Костер даже больше не от волков-медведя, а как... Вот, конечно же, холодно. Ну и волка отгонит, если он сюда прибежит. У нас мясо с собой есть? Нет. У нас еды с собой никакой, поэтому мы не представляем, в принципе, такую вонючую никакую опасность, поэтому мы спим. Будем спать коротко. Наверное, часа по три, что я что-то стремаюсь как-то. Сколько у нас? 31 здесь. Но это у нас тут не дует. И, наверное, клаустрофобия. Во, практически прошла, ребят. Я думаю, даже с утра у нас вообще ни дугов не будет. Клаустрофобия. А, я понял, почему я здесь поставил костер, а не здесь, потому что я боялся, что здесь в проходе он может задуть. Видите, вот здесь вот прям вот продувается. Все-таки здесь дверь открыта. Точнее, ее попросту нет. Семь часов у нас осталось. Затем мы пьем. По сути, нам даже не обязательно как бы всю ночь спать. Мы можем тут поспать. Главное, клаустрофобию вытащить. Блин, аж стрёмно, если честно, на улице займывать. Ой, а я высыпаюсь. Усталость-то у нас. Но я еще часа четыре смогу скипнуть. Давай еще три. Уже скоро рассвет. О, а я выспался, ребят. Давай забираем мешок. Два часа у нас до утра. Два часа. А ночь такая светлая, кстати. Ты реально светлая. Если прям верить, как вот прям по жизни было бы, да? Видишь звезды, значит день будет хороший. Я не знаю, как реализовано здесь в игре. Возможно, что-то не так. Блин, а у нас еще три часа. Что-то я кастер... А, ну правильно, я же не спал. Давай-ка мы... Блин, воду топить что-то как-то бестолку. Давай еще потопим. Почему бы нет? Воды у нас будет вообще про запас. Просто костер просто так зря сжечься. Че. Раз разжег. Почему бы нет? Кстати, еще могу час поспать. Еще час поспим. Сейчас пойдем волка доделаем. Девять часов есть. У меня часа. Все, сейчас утро наступает. Утро уже, да? У меня часа дута. Блин, реально, смотрите, как все сделано круто. Ё-моё, блин, вот в такую бы погоду идти. Девять градусов. Ой, минус один. Все равно, смотрите, как правда, да? Все-таки правда. Если ночь такая светлая и звезды есть, то и утро, смотрите, как встает, да, у нас солнышко. Утро и реально светло. Еще меньше часа... А, ну уже все, уже все, рассвет. Но тем не менее, до этого было как-то менее часа, и все равно было уже очень светло. То есть, если есть прям очень светло, хорошая погода. Так что ночью можно тоже ориентироваться. Блин, это круто сделано, на самом деле. Так, два часа еще костер будет тут кипятить. А мы попьем. Вот, смотри, еще шесть литров натопили. Ну, вода у нас вся уйдет. Поход, нам в любом случае надо будет с собой тащить много. Ну, пять литров точно, потому как нам некогда будет там воду топить. Так, ну что, костер пустит, наверное. Я кушать хочу, как бы. О, клаустрофобия прошла. Но за два часов тридцать медведь. Еще девять волк. Она появится, ребят, не бойтесь. Она еще появится. Вот, знаете что? Нет. Я придумал, что мы сейчас делаем. Кто догадался, ставит плюсик в комментарии. Мы сейчас быстренько проверим зайца. Мы его зажарим и съедим. Потому что у нас жрать нечего. Прям быстро-быстро проверим. Буквально одного. Там килограмм с него будет. Мы, по крайней мере, наедимся. Главное медведя теперь мониторить, потому что он теперь начинает появляться. Раз он тут пришел раз, значит он придет и два. Это его территория. Он тут местный. Так, вот олень ходит. Ну, оленя, ладно. С одной стороны, бы оленя бы разделать. Было бы, конечно, больше пользы. Но я просто боюсь, что олень протухнет здесь быстрее, чем мы придем обратно. Зайки. Так, вон один селок я вижу пустой. Или даже разрушенный. Вот один попался. Давай-ка мы его очистим. Это же опасное такое место. Шкуру тоже возьму. Мясо заберу. Да и кишки возьму. Я сейчас даже, наверное, их возле верстака выкину, пусть там сохнут. Вау. А погода поменялась. Смотри как. Так, это нормальный селок. Смотри, как цвет поменялся. Ой, а вот еще заяц. Пока я тут с вами говорил, заяц поймался еще один. У нас там прогорел, наверное, да, костер. А может и нет. Так, ладно. Шкура нам не нужна. Если что, потом вернемся. Пойдем быстренько, быстренько, быстренько. Я потратил где-то, ну, час примерно, да, на всю эту разделку. Костер должен еще часа полтора гореть. Ну, час двадцать, может быть, час пятнадцать. Поэтому. Да, смотрите, тут у нас местный, это олень. Он появляется периодически. Зайцы там вот на пригорочке. И медведь. Медведь тоже местный, поэтому он здесь ходит. Так, давай-ка, давай-ка быстрей, быстрей, быстрей. Нам надо приготовить зайца и поесть. Блин, и нам надо девять часов-то успеть. Все-таки не стоит тут... Да, костер еще горит, я слышу. Не стоит особенно тут время скипать, потому как нам надо... Еще и медведей начать. Да, час пять, ну, я почти угадал. Так, давайте приготовим. Сколько сможем, столько съедим. Ну-ка, скатрили. Ого, нифига себе. Десяти процентная хренота. Зайца там уже, наверное, пару суток валялся. Не меньше. О, рис кишечный прошел, нормально. Сейчас мы тогда не только зайца, мы сейчас еще и медведя сожрем. И это нам поможет больше. Да, мы успели даже зайца доесть. Но это тоже надо, ребят. Потому что, как видите, у нас еда прям совсем заканчивается. Это хорошо, потому что мы успеваем. Вау, готовка. Четыре готовка, ребят. Первый раз такое. Главное аккуратно все делать. Так, у нас тут мясо было? Мясо было. Дверь закрой. Ой, это не то. Это не то мясо. Так, вот с мясом надо поаккуратнее, потому что дикие животные нас чуют, когда мы с мясом ходим. Поэтому волки тогда на нас нападали через километр. Забираем. Давай еще один кусок. Вот этот пусть валяется там в доме у нас. На всякий случай. Зайца я все возьму с собой, потому что нам надо будет его есть, когда мы будем там с вами крафтить. Все. Давайте мы поступим так. Дверь мы закрываем. Идем сюда. Сколько? Десять часов у нас есть. Все, нам надо срочно быстро есть и быстро прям сразу крафтить. Иначе 9 часов мы не успеем просто по времени, по свету. Нам надо успеть по времени сегодня сделать кровь из носа прям шкуру из волка. Давайте мы кушаем прям сразу же. Так, килограмм ем. Блин, 0,50 взял. Плохой кусок. Тоже не особой. Не особой важности. Так, давай. Ну, зайца, наверное, весь уйдет. Тут особо жрать его нечего. Блин, 60%. Ну, это хотя бы тоже неплохо. Вот смотрите, когда у нас кулинария хорошая, мы можем, в принципе, из плохого даже мяса сделать более-менее нормальную вырезку там, да, такую, и приготовить. Чтобы нам так это все пусть тут валяется. Я пить хочу? Нет, не хочу. Все. Давайте я возьму волка. Я возьму волка. Я возьму, наверное... Нет, медведя я не буду брать. Чисто потому, что не тратить на него время. Кишки я не помню. У меня с собой есть. Так, давай, продолжаем крафт. Сейчас покажет нам шуба из... Да, у нас есть. Даже у нас лишняя одна шуба, шкура. Жалко, что только ножом. Но, тем не менее, давай сразу два часа. Так, семь осталось, да, с копейками? Вот обидно будет, если я не успею там буквально там чуть-чуть. Давай три часа. Погода отстой, это хорошо. Нам как раз надо в отстойную погоду как раз крафтить. А вот в хорошую погоду нам надо идти. Ну, для меня погода хорошая, это даже если минус, но нет ветра. Потому что когда ветер, метель, вообще не видно ничего. Так, давай, успею я полностью добить это дело. Но здесь вроде как, если не успеешь, он все равно оставляет какой-то там маленький запас. Да, ребят, волчья шуба. Правильно ведь? Волчья шуба, все у нас получилось. Теперь медведь у нас остался. Четыре кишок и две шубы. Давай попьем. Сколько у нас? До ночи, значит еще время есть. Так, тут ничего. Давай берем медведя. Медведь уже не ок такой. Сколько там надо кишок? Вот, семьдесят пять возьму, трое кишок. И семьдесят шесть одну штуку. Так, давай-давай верстачок. Все, медвежья шуба, начинаем, ребята. Поехали. Сейчас поставлю, а там сколько сможем. Все, не смогли, необходим свет. Но мы его начали, ребят. Вот там какая-то там прям буквально нитку в иголку вставили. Ну, на самом деле мы ножом его охерачим. Но тем не менее. Мы его начали. Наступила ночь. Все. Что мы делаем? У нас дикая, дикая прям вообще смертельная усталость. И голод есть, да? Мы, наверное, сейчас... Так, пить. Пить лучше, конечно, после еды. Но я уж нажал, так нажал. Что нам можно поесть? Есть у нас недуги? Хорошо, нету клаустрофобии. Она у нас появится, потому что мы будем здесь еще 30 часов на медведя колыпаться. Так, давай-ка я съем все-таки кролика вот этого плесневеловая. Гарри! Что-то она там сказала. Так, давай-ка мы съедим, 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 съедим. Погода плохая, это хорошо даже. Это даже хорошо. Это нам на руку только. Давайте менять. Здесь 3, здесь похуже будет, да? Опа! Ребятки, ты смотри, еще на килограмм меньше. Я на хуже по защите. Ты смотри-ка, а что это так? А, нет, по защите лучше. По защите от дождя, да? От влаги, я так понимаю. Или это... Ну да, скорее всего, от влаги. Больше мокнет. Надеваем. Смотрим. Температура. 26, 11. 27, 11. Блин, ну я бы не сказал, что нас прям апнуло так сильно. Прямо я бы... Я бы особо не надеялся. Ну, медведь точно апнется. Но единственное, медведь еще уменьшит бег. Наверное, еще на 5%. У нас будет где-то там 50 с чем-то процентов бег. Но защиты зато. Вот у нас было, помните, 31, по-моему, защиты. Или сколько у нас было? 30. Сейчас 39. А медведь с медведем, наверное, будет там за 40. За 45, может быть. Так, все, у нас уже появился глаз. Глаз, глаз, глаз. Значит, мы уже прямо сейчас смертельно спать. Все. Спим. Спальник. Спальник спать 4-5 часов. Наша задача выполнена. За день мы сегодня избавились от клаустрофобии. Мы докрафтили волка. И начали даже медведя. Так, 5 часов осталось. Хорошо, я успею все это скипнуть. Потому как я усталый. Давайте мы сразу прям 5 часов. 5 часов, 5 часов. И погода, наверное, там нормная. Я прочитал, ребят, комментарии. Не беспокойтесь, что я пропустил буквально поворот налево. И не дошел до... того края, где нам переход делать на другую локацию. Так, что у нас тут? Еще паразиты. Пылесосит у нас соседи опять паркид свой. Ну, давай. Два часа. Нам надо еще пару серий здесь. Риск клаустрофобии. Все, видите, понеслась клаустрофобия. Потому что нельзя в помещении долго сидеть. Она теперь будет так, как будет колбасить. Нам надо где-то 2-3 суток ходить по улице, чтобы прям совсем избавиться. Риск кишечных прошел. Заберем мясо. Из больших. Да ладно, еще валялось мясо. У нас еще мясо валялось, ребят. А это какой кусок? Это 50 кусок. По-моему, я до этого даже тут выбрасывал, да? Получается. Насколько? О, 1 килограмм нормально. Кишечные прошли, кишечные получились. Так и живем, ребят. От процента до процента. Но пока что выживаем. Потому как больше есть мясо... Давай я сюда поближе на свет положу. Больше есть мясо очень опасно. У нас и так тут всяких недугов полно. Клаустрофобия 24. Нам опять надо на улицу идти. Опять топить водичку, называется. Но у нас там непонятная погода, поэтому я буду сидеть дома и доколубливать своего медведя. Я очень хочу шубу из медведя. И у нас останется только... Только так. Только знаете, что еще? Вот пока я вспомнил, надо не забывать про нож. Не забывать, иначе можно его вообще испортить. А нам без ножа вообще никак нельзя. Так вот. Я хочу очень ачивку. Это поспать в спальнике из медведя. В волчьей шубе. В медвежьей шубе. В зайчьих перчатках. В оленях сапогах. В оленях штанах. И будет ачивка. То есть полностью надо ночь поспать в спальнике. Во всех этих крафтовых топовых вещах. Пока что других вещей нет. Возможно, когда нам добавят лося и... Кто там? Пума, да, у нас будет? То у нас... Появятся новые крафтовые вещи. Это логично. Я думаю, что должны появиться. Прямо вот должны. Я очень жду шарф. Я очень жду шапку. Потому как у нас вот этих вещей вообще нет. То есть крафтового нет. Только то, что найти. А найти нам... Мы нашли практически топовые уже вещи. Там уже по процентам. Только вот медведь нас заточит. По процентам. Поэтому мы его и крафтим. Вот видите, мы уже практически день весь херанули. Помещение и у нас клаустрофобия. Если мы поймаем клаустрофобию, нам придется на улице ночевать. Причем не просто, а целые сутки. Что у нас 26? Ну пока живем. Ну знаете, оно можно и из 26 вроде как схлопотать-то. И это да. Давайте мы, наверное, до ночи добьем. Чтоб прям вот... Было чем заниматься. Возможно, ночь придется опять идти туда и там скипать. Клаустрофобию. Ну и как-то так выживать. Иначе я просто не представляю. Так, сколько у нас осталось? Час до ночи? Да. Наверное, так и поступим. Потому что клаустрофобию, ребят, надо вытаскивать ее. Вытаскивать. Блин, я знаете, что затупил? Правильно, вы поняли все. Вы все правильно догадались. У нас валяется один невысушенный кролик и кишки. Одни сырые. Бросим их тут. У нас одна шкура из волка есть. Давайте мы ее... Блин, не те спички жду. Ее оставим здесь. Вот. Сюда. На запас. Потому что оно нам не надо. Хорошо. Мы потихонечку справляемся. Подведем итоги, ребят. Мы за серию избавились от клаустрофобии и опять ее получили. Ну, потому что здесь по-любому никак нельзя. Она у нас пошла, а мы сидим по 20-30 часов в сутки. Ну, вообще, в принципе, в помещении и крафтим шмотки. Соответственно, она накапливается. Ее надо скипать. Иначе мы просто получим очень нежелательный знак, который будет нам параметры хп-шки убирать. И плюс мы будем меньше тащить, уставать быстрее. Короче, это прям вообще отстой. Поэтому нам надо бы ее скипнуть. Мы сделали шубу из волка. Из этого, из медведя. Блин. Все правильно сказал. Из волка. Шубу из волка вы сделали. А из медведя... О, медведь. Смотри, какая. А шуба из... А ты смотри, прям даже тут пасть. Блин, как круто. Но если волчара, она такая еще. Из медведя. Смотри, как круто нарисована, ребята. Тут прям вот... Прям видно, что вот его лапа, вот его морда. Классно вообще сделано. Прям вот респект разработчикам, ребят. Вот шуба у нас из медведя. Она уже начатая. Мы ее продолжим, ребят. А встретимся мы с вами в следующей серии. Поэтому до новых встреч. Пока-пока. Пишите комментарии. Советы оставляйте. Подписывайтесь.